И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу Вселенной Мира Space Engine. Друзья, добро пожаловать в первый выпуск 2021 года по Space Engine. Посмотрите, ребята, растительность на планете. Как же это великолепно! Да, посмотри, это деревья, кустарники, какие-то непонятные высохшие деревья, они прямо на планете! Это здорово! Так, подождите, свободный режим. Посмотри, по кругу. Это невероятно! Кто говорил, что в Space Engine никогда не будет растительности, никогда не будет деревьев? Да, мы привыкли, конечно, к тому, что когда мы опускаемся на поверхность какой-нибудь планеты, мы всего лишь видим какую-то прорисовку непонятную цветочков, лужаек и то, знаете, статичных на поверхности планет. А здесь мы видим деревья. Посмотри, это здорово! Для тех, кто спросит, Sky, что за дела? Выпустили новое обновление, которое давно нам обещал разработчик Владимир Романюк? Нет. Ребята, это отдельный мод, который сделал прямо-таки перед Новым Годом один человек. Ссылочку я оставлю на него в описании. Также вы можете посмотреть в Steam-мастерской Space Engine в Steam. У кого есть официальная игра, официальная версия этой игры в Steam, вы можете ее скачать и добавить эти деревья на поверхность любой планеты. Самое главное, чтобы она подходила для жизни, то есть смотрелось правдоподобно. На этой планете есть кислород, есть вода, поэтому я добавил сюда деревья, дабы посмотреть на красивые виды с этой планеты, знаете, на фоне деревьев. Ого! Здорово! Посмотри, это просто невероятно! Представь, если бы давным-давно, как нам обещал разработчик, на планетах появилась бы какая-нибудь растительность, это было бы здорово! Но скажу так, ребята, даже с этим модом, блин, игра прогружается просто, я не знаю, невероятно, она становится еще больше требовательней. Мой процессор даже не выдерживает этого. Посмотри, заметь, когда мы смотрим на растительность вдоль горизонтов этой планеты, ты даже видишь, как у меня сейчас видео как будто чуть подлагивает. Да, это все из-за этих модов. А представь, если бы, блин, официально в игре была бы растительность, я не знаю, насколько бы загружался ваш ПК, ноутбук и прочее. Это невероятно. Зато можно посмотреть офигенские красивые виды. То есть у нас уже как бы, знаете, перед нами открываются виды не просто пустынной какой-то планеты с равнинами, с горами, а у нас еще и деревья. Мы можем представить, что мы на планете, где действительно есть жизнь и есть леса, деревья, трава. Это классно. Посмотри на ночное небо. Такс, подожди. А, это у нас, короче говоря, ребят, мы находимся на планете, рядом с которой у нас вращается газовый гигант, планета Луна и... Посмотри. Это невероятно. Отсюда можно наблюдать... Смотри. Облака плывут. Тучи. Как будто тучи пролетают. Статичные, да, не 3D-облака пока что, но все-таки. Представь, что мы стоим на другой планете, где есть лес. Вот это уже, конечно, интереснейший фон, наиболее красивый, я бы даже сказал. Так. Дабы шибко у меня не лагало, я буду иногда все-таки посматривать... Опускать камеру, вернее, вниз. Ночной пейзаж. Сейчас откроется ночной пейзаж. Ого. Смотри, эта тень, наверное, скорее всего, от нашей планеты на газовом гиганте. Я буду смотреть вниз и пролетать некоторые расстояния, чтобы у меня шибко не перегружался мой процессор и видео не лагало так сильно. На фоне деревьев и газового гиганта, простите, смотрится все это великолепно. Да, конечно, как-то вот деревья, я смотрю, там, я не знаю, от чего не упали. Возможно, может быть, какие-то ураганы, ветра прошли на этой планете, они... Смотри. Они просто сломаны. Это не планета Земля, если ты вдруг подумаешь. Да, конечно, Магелланово облако. Но посмотри. Пишите свои догадки. Посмотри сейчас на ночное небо. Сквозь листву деревьев. Давай посмотрим на ночное небо. Так, стоп. Вот, подожди. И подумай, где мы можем находиться? Что это за туманность? Если ты догадался, обязательно пиши в комментариях. Да, конечно, со светом, блин, этих деревьев, растительности, как бы не так все хорошо. Но то, что можно представить, как будет выглядеть в дальнейшем Space Engine, деревья и все прочее, если они когда-то будут. Посмотри, насколько это замечательно. Уже не голая поверхность планет. А уже есть деревья. Это классно. Это впечатляет. Здорово. Так, давайте чуть-чуть повыше взлетим. Можно... Давайте найдем... Знаете что? Какое-нибудь воду или озеро, что ли? Я не знаю. Почему-то, к сожалению, воду я на планете не нашел. Хотя на планете по свойствам есть вода. Я так понимаю, должны быть реки и озера, как я вам говорил в начале. Но я нашел вот такую здесь замерзшую ледяную местность. И посмотри. Здесь у нас стоят заснеженные деревья. Да. Они покрыты снегом. Обалденно. Лед. Лед на поверхности. И вот так отсюда можно рассмотреть виды на звезду и на большой газовый гигант. Давайте пролетим, наверное, сквозь все эти леса, сквозь деревья. Все-таки с этим модом очень тормозит ПК. Это здорово. Посмотри. Представляешь, если бы... В Space Engine на каждом квадратном километре росли бы кустарники, были бы какие-то деревья. Блин. Это невероятно. Это уже что-то с чем-то. Не просто рассматривать, повторюсь, голую поверхность планеты. Невероятно. Это здорово. Так. Давайте попробуем, знаете что? Сейчас посмотрим мы где-нибудь в лесистой местности этой планеты. Мы с вами опустимся. Опустимся. Опустим даже вот где-то здесь. Я думаю, и ускорим время. Посмотрим, какие пейзажи нам, блин, откроются. Да. Так. У нас закат звезды. Чуть-чуть притормозим. И посмотри, все-таки здорово сделано. Мы прямо видим, как за объектами, то есть за деревьями, нам не видно звезду. Так. Ждем. Ох. Знаете, что я сейчас представил? Я бы сейчас посмотрел бы северное сияние на этой планете. Находясь в лесу, на небе я бы посмотрел на северное сияние. Блин. Я бы представил, что я где-нибудь нахожусь на северном полюсе. Боже, представь, если все вот эти объекты находились бы ближе к земле. Это было бы здорово. Да, сейчас вот теперь я, знаете, полностью погружен в мир, в живой мир Space Engine. Вот теперь это выглядит намного бесподобнее. На фоне леса, деревьев и всего прочего. Это было бы здорово. Такс, давай еще немножко, наверное, ускорим время. Оживили. Оживили мы Space Engine. Оживил тот человек. Space Engine. Ну, знаете, с помощью этого мода, наверное, скорее всего, только делать какие-нибудь потрясающие фотографии. Заниматься астрофотографиями, находясь на другой планете. Это было бы реально здорово. Так, еще ускорим время. Восход звезды. Блин, я надеялся увидеть шикарные виды, знаете, туманности. Сквозь эти деревья. Ну вот, примерно вот с этого ракурса, наверное, можно рассмотреть туманность. Ускорим. Блин, ну вот что это такое? Что за полоса? Ну, блин. Боже, ну когда нам все поправят? Может, мне самому напрямую написать романюку, сказать? Ну, слушай, ну, давай уже что-нибудь сделай. Кроме исправления каких-то непонятных багов и всего подобного. Классно. Согласись, это здорово. Ребятки, я думаю, что... Видео с растительностью. Теперь будет присутствовать практически в каждом нашем видео. Мы будем путешествовать на различные планеты. Будем добавлять туда растительность. Это своего рода сейчас был такой эксперимент. И следующая серия, которую вы увидите, вы увидите оживленный Марс. Кто говорил, что Илон Маск не сможет терраформировать Марс? Вы увидите терраформированный Марс, терраформированную Луну, также с растительностью. Ну, а если тебе понравилось данное видео, подпишись на канал, поставь пальчик вверх. Нажми колокольчик, дабы не пропускать новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока.